Бытие, глава двадцать седьмая Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, — Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, — Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. — Теперь, сын мой, послушай со слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Иаков сказал Ревеке, матери своей, — Исаав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, — На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушай со слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исаава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила козьей кожей. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, — Отец мой. Тот сказал, — Вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, — Я, Исаав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, — встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, — Что ты так скоро нашел, сын мой? Он сказал, — Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, — Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исаав, или нет? Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, — Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал, — Ты ли сын мой Исаав? Он отвечал, — Я. Исаак сказал, — Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, — Подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал, — Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему и сказал отцу своему, — Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, — Кто ты? Он сказал, — Я сын твой, первенец твой, Исаав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, — Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен. Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, — Отец мой, благослови меня. Но он сказал, — Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он, — Не потому ли дано ему имя Иаков, что он разопнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое, и еще сказал, — Неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исааву, — Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаав сказал отцу своему, — Неужели, Отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, Отец мой! И возвысил Исаав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, Отец его, и сказал ему, — Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. И возненавидел Исаав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исаав в сердце своем, — Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были Ревекке слова Исаава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, — Вот Исаав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушай со слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? И сказала Ревека Исааку, — Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?